Хоть раз в жизни каждый слышал утверждение о том, что человек использует лишь 10% возможностей своего мозга. Если это так, то чем же тогда заняты остальные 90%? Конечно же это миф и ученые данные высказывания опровергли. И с помощью высокоточного сканирования они давно установили, что спящих областей мозга просто нет. Человек постоянно задействует совершенно все участки, а значит мозг работает уже больше, чем на 10%. Но вы серьезно думаете, что когда вы решаете загадку, вы используете весь потенциал мозга? Вы идете по улице, смотрите по сторонам, думаете и наверняка отдаете себе отчет в том, что вы понимаете, что сейчас находится в вашей голове. Я тоже так думал, только вот это совсем неверно. Сейчас я вижу перед собой камеру. Рядом стоит планшет с текстом, чтобы я смог посмотреть, если что-то забуду. А что если я вам скажу, что в бессознательном состоянии я бы мог запомнить и прочитать совершенно весь текст, взглянув на него? Всего лишь один раз. Нейробиолог Дэвид Иглман рассказал миру очень интересную информацию. Это Остин Набер и на момент снятия видео ему всего 10 лет. Он чемпион мира по капстекингу. Так называется, когда ты очень быстро собираешь и разбираешь пирамидку из стаканчиков. Это круто? Безусловно, только я не об этом. Круто катаются профессиональные скейтбордисты, фигуристы идеально исполняют пируэты. Да и вообще в каждой области есть профессионалы. Вы, конечно, тоже можете ими стать, но как и всем нужны долгие и усердные тренировки. Но Дэвид Иглман выбрал для своего эксперимента вот этого парня. Он решил повторить то, на что у Остина Набера ушло несколько лет. Вот что из этого получилось. Само собой ничего удивительного, ведь сложно что-то освоить с первой попытки. Только вот эксперимент заключался не в этом. Их мозговая активность регистрировалась при помощи электроэнцефалографа и вы можете оценить результат. Мозг новичка работал как большой потный лесоруб, а у мальчика еле подавал признаки активности. Не в том плане, что он подошел к стаканчикам и такой... Совсем нет. Просто ему уже не нужно думать, куда и что поставить. В отличие от новичка, который каждое свое действие пока что оценивает. Вы часто слышали выражение сделать на автомате. Так вот, мозг мальчика был малоактивен, потому что все эти движения уже выработаны до автоматизма и практически на бессознательном уровне. Так же как и вот это движение или например вот это действие. Представьте себе, что было бы, если бы мы должны были анализировать совершенно каждое движение, которое делаем. Поднять правую ногу, правую руку, толкнуться, бросить левую руку, поднять голову, правую ногу, попробовать встать, не забывать дышать. Это приводит нас к мысли, что подсознание играет роль намного более важную, чем мы думаем. В статье на BBC приводится в пример удар по летящему мячу бейсбольной битой. Мяч летит так быстро, что отбивающий просто не думает о том, как он отобьет мяч и как далеко он улетит. Он просто бьет и все. И только потом понимает, попал ли он по мячу или нет. Постоянные тренировки нужны, чтобы доводить все до автоматизма. А если обдумывать каждое движение, скорость будет намного ниже. То есть смотрите какая штука. Наш мозг работает отлично, но есть загвоздка. Наше сознание, оно и притупляет весь потенциал. Сознание думает, обрабатывает информацию вместо того, чтобы сразу дать ответ. И Иглман говорит, что в научной среде идет спор, эффективно ли вообще наше сознание. Сознание отключается, включается бессознательное состояние. Мы могли бы мгновенно реагировать, мы могли бы мгновенно решать задачи. Потенциал мозга огромен, но нам просто недоступен. Вот цитата этого нейробиолога. Наше сознание регистрирует события с такой большой задержкой, что его мнение по этому поводу на самом деле не имеет никакого значения. Сознание то, что включается, когда мы просыпаемся по утрам и представляет собой малую часть того, что на самом деле происходит в нашей голове. Как я уже когда-то говорил, если вам приснился человек, которого вы никогда не видели, это вы так думаете. Вы на самом деле его видели, просто ваше сознание его не запомнило, а вот мозг запомнил, но засунул в самый дальний ящик. Ты помнишь гораздо больше, чем думаешь. Весь твой прежний опыт. Все мысли, посетившие тебя в душе, а затем ускользнувшие во время чистки зубов доступны тебе. Так вот, вернемся к началу. Наш мозг работает как надо, вы уже за него не переживаете. Только вот можем ли мы сами раскрыть его потенциал или нам что-то мешает. Вот такие вот размышления. Так что тренируйтесь и используйте свой мозг на максималках. А если вам всегда было интересно программирование, то используйте весь потенциал мозга в этом направлении. Если вы всегда хотели создать сайт или написать приложение, могу посоветовать вам Geekbrains. Это самое крупное IT сообщество, объединяющее более миллиона человек и является частью Mail.ru групп. Здесь каждый может научиться программировать. Хочешь стать разработчиком игр? Пожалуйста. После обучения ты пройдешь гарантированную стажировку и тебе помогут устроиться на работу. Это немаловажно. Запишись на бесплатный курс основы программирования по ссылке под видео и тебе расскажут об особенности профессии программист и посоветуют какие направления выбрать. Регистрация бесплатная. Учитесь и рано или поздно вы доведете умение до автоматизма, а значит будете делать все намного быстрее. Как вам то, что рассказал нам этот нейробиолог? Пишите свое мнение в комментариях. Повернуть голову направо, сделать один шаг, сделать другой, опустить руку, не забывать дышать, не забывать дышать.